Здравствуйте! Меня зовут Евгения Августина. Вы смотрите программу «Разберемся». Это совместный проект ОТВ и общественная палата Одинцовского района. 22 сентября в Одинцовском районе, как и во всей Московской области, пройдет акция «Наш лес, посади свое дерево». О подготовке к экологическому мероприятию, а также о нелегком труде работников леса, которые 16 числа отметили свой профессиональный праздник, мы поговорим сегодня с членом района общественной палаты, директором филиала Нарафаминского, Звенигородского филиала Центра лесхоза Сергеем Сарминым. С вами вопросы. Гости в студии вы можете задать по телефону прямого эфира 8-495-508-86-84. Сергей Викторович, поздравляю вас с профессиональным праздником. Пожарные друг другу желают сухих рукавов. А что желают работники лесного хозяйства друг другу? Ну, обычно это хороших лесных насаждений, то есть, чтобы лес рос, и, конечно, поменьше пожаров, потому что, так как мы связаны непосредственно с тушением лесных пожаров, поэтому поменьше лесных пожаров и также сухих рукавов, конечно. Работники лесного хозяйства – это очень много человек. Кто, чем занимается, кто эти люди? Вот в вашем филиале сколько сотрудников? Ну, в нашем филиале порядка 50 человек. Сотрудники имеют различные направления деятельности. Это и рабочие лесные пожарные, и водители пожарных автомашин, и также трактористы. Также имеется инженерный состав. Это и механики, инженера, экономисты и так далее. То есть, начальник ПХС пожарно-химической станции. То есть, достаточно обширный. Если брать про лесничество, то это и лесники, их помощники, инспектора. Все, кто работает в лесу, естественно, связаны с лесным хозяйством. Это в основном люди возрастем или молодежь тоже интересуется этой профессией, специальностью? Нет. Сейчас возраст у нас очень разносторонний. То есть, у нас очень много молодежи. Особенно в центре лесхоз очень много молодых у нас. Это и водители, и трактористы молодые есть. Есть, конечно, те, кто работает уже не первый год и даже не первое десятилетие. Особенно в лесничествах. Это старейшие работники еще со времен лесхоза, у которых богатейший опыт работы в лесу. То есть, возраст абсолютно разный. А как так получилось? Что вы связали в своей жизни с лесным хозяйством? Ну, как-то так сложилось. В какой-то момент, может быть, даже случайно, когда пытался поменять работу. И вот сложилось, но это было очень давно, еще 14 лет назад, когда пришел работать в лесничество. Тогда еще лесхоз, Венегородский лесхоз. И вот потихоньку-потихоньку так втянулся настолько, что, в общем-то, больше никуда не тянет и нет желания уходить. То есть, не нравится работа. Много ли проблем, с которыми ежедневно приходится сталкиваться сотрудникам, которые работают с лесом? Ну, что значит проблем? Принципиальных проблем, конечно, нет. Есть просто поставленные какие-то задачи производственные. Есть производственные планы, которые определены нам на год. И, естественно, с ними справляться. Если брать, как при выполнении каких-то задач, какие-то сложности, скорее всего, не проблема сложности, это бывает, это погодные условия. То есть, в лесу, в принципе, всегда есть сложности. У нас работа в лесу всегда проходит либо очень жарко, либо очень холодно, то есть идет снег, либо идет дождь и так далее. То есть, весеннее, когда состояние лесов и когда пожарная опасность очень активная, потому что много отдыхающих, но нет еще зеленой травы, а очень много прошлогодней сухой, но уже теплые дни и большое количество отдыхающих, то вот если это назвать проблемами, но это не проблема, это наша обыденная жизнь. Такие, ну, к тому же погода, к сожалению, или, к счастью, зависит не от нас, тут уж приходится мириться с тем, что мы имеем. Вот касаемо погоды, это лето для леса было каким? Сухим или все-таки дождей было достаточно? Наверное, все-таки не совсем достаточно, потому что мы прекрасно знаем, что в этом году у нас были определенные пожары, если сравнить, например, с прошлым, потому что в прошлом году достаточно сырое было лето. И холодное. Да, и холодное. С точки зрения пожарной безопасности, конечно, в прошлом году была, скажем так, легкая версия. Вот, в этом году немножко напряженно. И с погодой связанной, с отдыхающими, в общем, достаточно большой ряд факторов, которые влияют на сложности. Осложняет работу сотрудников центра лесхоза. Осень наступила, по-прежнему тепло, по-прежнему сухо, еще скоро и листья опадут. Вот создает это какую-то повышенную угрозу пожарной опасности? Большую угрозу пожарной опасности создает, конечно, человек. Потому что все пожары происходят только по вине человека. На 99,9% по вине человека. И поэтому с приходом вот сейчас осени, особенно уже сейчас это происходит, то есть когда пошли грибы, ягоды, очень много не отдыхающих, а собирающих, да, норы природы, кто недостаточно осторожно обращается с огнем. Брошенный окурок, особенно где-то в том месте, где имеется какая-то заболоченность, растут ягоды, клюквы и так далее, да, брошенный окурок даст о себе знать только в лучшем случае через несколько часов. А в худшем может и через сутки. То есть он может тлеть, так как на болоте имеется торф, торфяное какое-то залегание. Соответственно, он может это тлеть часами и потом дать, как говорится, о себе знать только через сутки. И очень достаточно сложно тушить торфяное. А много ли вот таких проблем было этим летом на территории вашего филиала? Да, было у нас возгорание, это было в конце августа. Как раз ситуация была именно такая, что возгорание пошло именно с того места, где было болото, оно подвысохло и, по всей видимости, там был сбор ягод. То есть когда мы приехали на место, то было прямо видно, откуда пошел очаг вот именно просто с торфяной подстилки, вот с этой подложки. Казалось бы, в лес идут еще и свежим воздухом дышать, а вместо этого... Да, да. Ну, ничего, справились, потушили, в общем-то. То есть достаточно легко справились с этой проблемой? Техники всего хватает? Да, если у нас не хватает сил и средств, допустим, в нашем филиале, то мы всегда привлекаем со стороны. То есть у нас и Снерофаминская техника прибывает, и ближайшие филиалы – это Волоколамский филиал, Истринский филиал, Бородинский филиал, откуда техника по необходимости может прибывать в течение нескольких часов дополнительных. А если вообще просто поразмышлять о наших лесах, какие они, насколько они цены с точки зрения, может быть, каких-то редких деревьев? Какие деревья чаще всего встречаются? Ну, основная порода лесных культур у нас – это, конечно же, сосна и ель. Также имеет преобладание и дуб. Есть дубравы у нас, такие места, где достаточно большое количество. Ну, естественно, береза, липа, осина – это составляющая, которая присутствует у нас в достаточном объеме. Это порода. То есть каких-то особенных... Лиственницы, конечно, есть. Для этого, кстати, вот уже был неоднократно опыт, когда мы делали смешанные посадки, вот весенние, осенние, во время акции делали смешанные посадки, где мы сажали дуб с елью, с сосной вперемешку, чтобы вот немножко разбавить и добавить побольше, скажем так, именно вот другой породы. А живность-то какая-нибудь водится? Конечно. Какая? Ну, чем дальше, наверное, от центра, дальше от наших крупных населенных пунктов, тем больше. Ну, это обычно, это и зайцы, и лиса, и лось, то есть и кабан, то есть основные вот это лось, кабан, если брать крупных каких-то животных. То есть, ну, конечно, есть. Ну, к сожалению, мы уже... Маленьких всяких... Мышках, наружках. Да. И прочих жителях, без которых, к счастью, природа не может обойтись. Птицы, которые, да, птицы, которые живут как раз в низких слоях леса, именно в кустарниках. Поэтому там, где, допустим, не сосновый сухой лес, а где-то елка и более заболоченная территория, которая, на первый взгляд, для обычного человека может показаться, что какой-то тут слишком тенистый лес, то для птиц это, конечно же, раздолье, потому что туда меньше поступает людей, но там больше кустарников, больше зарослей, где они могут селиться, гнездиться и так далее. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 8 495 508 86 84. Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте, Евгения. Очень приятно. Мне очень приятно. Мне вопрос к Самарину. К Сармину, если быть точнее. К Сармину Сергею Викторовичу. К Сармину, да. Сергей Васильевич? Викторович. Викторович. Очень приятно. Он, по-моему, уже не первый раз выступает. Да, не первый раз. Вот я в тот раз задавал вопрос. Это 5-й, 4-й микрорайон. Вот у нас это подушевское лесничество, и здесь у нас типа зоны отдыха. Вы знаете, какой там буролом, навалено, это самое, валежника очень много, зависшие деревья. Вы понимаете, лес сажать, конечно, это хорошо, но нужно еще ухаживать за лесом тот, который у нас есть, который нам дает, мы дышим воздухом. Вот до объездной дороги, которая платная, вот тут надо навести порядок. Или в общественную палату, или куда обратиться. Иван Иванович, вы уже обратились в общественную палату, Сергей Викторович. Прокомментируйте. Да, конечно. Здравствуйте, Иван Иванович. Я помню ваш звонок в прошлый раз. Да, вы мне задавали вопрос. Но в прошлый раз я тоже вам отвечал на, возможно, коротко и, может быть, не совсем доходчиво, я объяснил. Дело в том, что любое назначение, провести тот или иной вид работ в лесу, требует определенных оформлений, определенных документов. И существует определенный регламент. Вот. Регламент имеет достаточно, скажем так, временные рамки. Вот. По поводу вашего обращения, и в прошлый раз было передано пожелание, но это не только ваши, многие люди обращаются, ваши соседи, жители и так далее. Именно в том направлении, да, это подушкинское лесничество, действительно, что есть там и валежник и так далее. Но дело в том, что для этого делается сначала лесничим проводится такой вид мероприятий, как отвод, лесной отвод, где приглашается специально лесопатолог, есть такая специальность, которая определяет, какой вид работ там возможно провести, рубку, либо просто провести уборку захламленности и так далее. Определяется кубатура. Ну, то есть там очень большой такой спектр, я не буду называть всего, чтобы не загружать вам голову. Вот, но ввиду того, что проходят определенные временные рамки, то есть и эти отводы передаются в комитет лесного хозяйства, дальше в центральный федеральный округ, везде, то есть и только после этого вводится уже в работу. На сегодняшний день, я, конечно, не готов сказать, доведена ли та часть леса, о которой вы говорите, в работу, точнее говоря, в план, но не ранее, чем это, скорее всего, только на следующий год, потому что именно временные рамки не позволяют ввести очень быстро, так как, ну, таков закон, мы ничего сделать не можем с этим, потому что существуют определенные стадии. Вот, и просто так взять, попросить, скажем так, мою организацию лесничества или еще какую-либо организацию провести там работу, это будет вне закона. Для этого требуется оформление, требуется вывод, участка для госплана его и так далее. Ну, к тому же, другая комиссия общественной палаты поднимала вопрос о создании на этой территории парка здоровья. Я, может быть, слышали. Да, конечно. А поэтому уже разработан какой-то план, я так понимаю, что сейчас идет процесс создания проекта. Совершенно верно. Часть той территории уже передана муниципалитету для проведения работ по созданию лесопарковой территории. Поэтому большая часть леса, конечно же, там будет приведена в порядок именно их силами, то есть по соответствии с проектом. Соответственно, то, что останется, скорее всего, лесничество передаст либо нам, либо еще каким-то исполнителям для выполнения работы. В прямом эфире телекомпании Одинцова программа «Разберемся». Вы можете задать свои вопросы гостю в студии по телефону прямого эфира 8495 508 86 84. Сегодня у нас в гостях в гостях директор Нарафаминского Звенигородского филиала Центр Лесхозы Сергей Викторович Сармин. Сергей Викторович, ну, Иван Иванович уже и тронул тему валежника, затронул. Я так понимаю, что с 1 января 2019 года все-таки граждане могут свободно валежник из леса забирать? Ну, когда вступит закон в силу, да. То есть, это 1 января 2019 года. Закон практически готов. Может быть, там есть какие-то еще доработки, но вступит в силу, да. В законе четко определено, что является валежником, каким образом его можно взять, получить, оформить и так далее. То есть, чтобы все было на законном основе. Может быть, разъясним, что это такое, как это можно будет сделать, чтобы там ничего лишнего не потащили? Ну, во-первых, валежником, что является валежником, да. Это омертвежшая часть дерева, отделенная от корня. То есть, то, что непосредственно сломилось, упало и так далее. То, что вы срубили, валежником не является? Нет, конечно. Если дерево упало, извините, вчера прошел ветер, ураган, свалило деревья, деревья зимеют зеленую крону, это тоже не является валежником. Это является ведровалом. То есть, непосредственно древесиной, которая должна убираться в соответствии, там, также, опять же, с законодательством, законодательством, за которое положено оплачивать в бюджет определенную плату. Но, все-таки, я думаю, что, когда он выйдет уже официально, вступит в силу, то нужно все-таки этот закон смотреть, потому что рассказать о нем, скажем так, в двух словах, это достаточно сложно. Я думаю, что... Пока еще рановато. Пока рановато, да. Еще есть время. Мы поговорили о том, насколько богаты наши леса, и, конечно, хочется все это беречь, но не у всех, к сожалению, получается. Вот кроме угрозы пожаров, наши граждане, отдыхая в лесу, после себя оставляют кучи мусора. Вот насколько эта проблема сейчас актуальна, и как вы с этим боретесь? Проблема очень актуальна, и связана не только с отдыхающими. То, что отдыхающие, да, встречаются среди отдыхающих, конечно же, не совсем, скажем так, воспитанные граждане. Воспитанные люди, скажем прямо. Воспитанные граждане, да, которые, отдохнув, собираются с собой. Хотя, кстати, такие граждане становятся все больше и больше отдыхающих, которые действительно понимают, и которые не первый раз отдыхают в лесу, они как раз собираются с собой. Кто-то, вот, решив наездом, конечно, оставляет. Но еще это связано и с тем, что все-таки вопрос мусора у нас очень такой... Острый сейчас. Острый на сегодняшний день, да. И это происходит... То есть происходят несанкционированные свалки. То есть это завозится практически машинами, контейнерами, мусор, которые недобросовестные, скажем так, исполнители, да, своих обязательств пытаются, сэкономив деньги, просто сбросить. То есть такие факты на вашей территории были? Скинуть мусор просто где-то, да, вот в ночное время, в темное время суток, когда никто не день видит, заехав в лес, на какую-то лесную дорогу, где-то в какое-то укромное место, просто выгрузить одну, а то и несколько машин мусора и уехать. То есть с этим мы сталкиваемся очень сильно. Для этого применяется специально, то есть проводим сбор этого мусора, проведена работа, разыгран конкурс, определена организация, которая будет этим заниматься. Также в местах частого посещения лесов, если взять, например, Шараповское лесничество, знаменитый, у нас там «Обрыв любви» многие знают, то есть там установлены дополнительно контейнеры для того, чтобы граждане могли просто туда выбрасывать мусор. То есть не надо им с собой возить, вот, пожалуйста, оставьте в контейнере, приедет специализированная машина, заберет мусор и так далее. Ну и, соответственно, вот та организация, которая выиграла конкурс, они приезжают, убирают, вычищают, убрано уже большое количество мусора, то есть там в тоннах, я даже это не могу сказать, точнее в кубах, в кубометрах, достаточно большое количество. Также, конечно, это работа, вот, лесничество, они очень, в этом проводят большую работу, лесничие инспектора, которые проводят патрулирование, разъясняют гражданам, отдыхающим, как нужно себя вести в лесу, то, что после себя нельзя оставлять, как, скажем так, сохранять лес, ну, основное, это, конечно, противопожарная безопасность, ну, и мусор в том числе, ну, и выявляют, вот, как раз, незаконные, вот эти вот свалки, навалы мусора. А если с поличным пойманок, ответственности, соответственно, привлекаете? Ну, конечно, лесничий составляет протокол, но, если у человека есть с собой, конечно, документы, если нет, ну, значит, полицию вызывают и так далее. Которые уже помогут установить личность этого замечательного человека. Ну, это вот большой труд, конечно, лесничих в этом. Еще одна, наверное, проблема, с которыми, я не знаю, сталкиваются ли лесничи, это люди, которые пошли за грибами, но, к сожалению, дорогу обратно не нашли, потерялись. Как у нас на профессиональном слонге называются потеряшки. Да, конечно, бывают, ну, во-первых, есть служба 112, да, то есть, любой гражданин, потерявшийся, во-первых, когда идут граждане в лес, первое, что они должны знать, да, они обязаны, не обязаны, точнее говоря, а нужно, чтобы они взяли обязательно с собой телефон, именно заряженный телефон. И даже если у них нет денег на телефоне, то службу 112 можно позвонить с любого телефона, независимо, есть на нем деньги или нет, и даже если на нем нет сим-карты. То есть, позвонить службу 112 можно всегда. Сказать, какие-то определенные места, то есть, с какого места вы зашли, да, зашел гражданин отдыхающий, что я зашел там со стороны деревни, там, Ивановка, допустим, либо со стороны дороги, там, Можайского шоссе и так далее. То есть, определить какое-то место, чтобы легче его было искать. Далее информация направляется региональная диспетчерская служба, через региональную диспетчерскую службу комитета лесного хозяйства поступает в диспетчерскую службу лесничества, где также передается уже непосредственно на тот участок где находится человек, хотя бы ориентировочно лесничему. Лесничий выдвигается на то место, ну, и порой прибегает помощь и МЧС, и помощь полиции, и достаточно много случаев, когда люди действительно терялись, их выводили, и есть лесничие, которые доблестно, там, в ночи выводили потерявшихся людей, но, слава богу, несчастных случаев пока не было, и дай бог, чтобы их не было никогда. Надеются, что их не будет. В мае в Одинцовском районе прошла акция «Лес Победы». В ней приняли участие более 17 тысяч жителей. Сколько деревьев они посадили, узнал наш корреспондент. Вратарь хоккейной команды «Армада» Денис Киселев в необычном для себя амплуа. Сегодня он сажает деревья на акции «Лес Победы» вместе с Андреем Ивановым. Глава Одинцовского района метко отмеряет лунки, в которые отправляются двухлетние сеянцы сосны. При посадке важно сохранить корни сеянцев влажными, а после плотно притоптать землю. Я прошел инструктаж, я проникся в это. С первой посадки у меня все получилось. Даже я как бы посадил, ну, скажем так, штук, наверное, 10, да, и уже начал, как бы, инструктировать других людей, потому что я, ну, уже понял, как это все делается. Этот участок Хлюпинского лесничества близ деревни Чигасова сильно пострадал от края до типографа. Лесной массив на территории почти 5 гектаров был уничтожен вредителем. В этом году решили восполнить потерю экологической акции. Леса гибнут еще с времен Великой Отечественной войны. Одна пятая часть леса в Подмосковье была уничтожена, во время военных событий. Потом леса подсаживались, вырастали. И вот в последнее время появилась еще одна трагедия для экологии. Это жук-араед типограф, который уничтожил много лесов в Подмосковье. Вот здесь как раз происходила санитарная вырубка. У нас в целом в районе подготовлено 110 площадок для проведения акций. И две из них на территории Гослесфонда. Вот одна из них в размере почти 5 гектар. здесь, в Чигасово, где мы с вами находимся. Поэтому на всех точках есть и саженцы, и материалы. Более 120 тысяч саженцев будет посажено в Несовском районе. И где-то две с половиной тысячи саженцев как раз в скверах, во дворах и в наших парковых зонах. Лесники подготовили 80 борозд. Большинство протяженностью 290 метров. Вооружили участников перчатками, сеянцами и специальными лопатами. Меч Колесова незаменимый инструмент при посадке деревьев с открытой корневой системой. Изобретение столетней давности не имеет аналогов. Форма конуса сделана специально, чтобы, соответственно, он заходил в землю. И эта часть у него более тяжелая, примерно раза в два с половиной, чем вся остальная часть. Сделана тоже специально, чтобы он легче входил в землю, чтобы меньше человек усилий прилагал на него. Особенно, если почва сухая, суглинистая, глинистая. Экологическая акция в Чигасово собрала небывалое количество участников. Школьники и студенты, общественники, жители района, педагоги, спортсмены. Каждый стремился внести свой вклад в будущий лес Победы. Чтобы было, где гулять нашим детям, чтобы не было вот таких пустых полей, а чтобы были красивые елочки, березки. То есть это украшение нашей Родины, это украшение нашей страны. Молодежь с удовольствием работает. Можно же время посвятить одному, у всех тренировки, у всех соревнования. Но люди пришли и сделали свое дело. По маминой линии дедушка, он, получается, был в толу врага. И это все, что касаемо 9 мая, это очень грустно. Но в то же время хочется гордиться своими прадедами, своим дедушкой, бабушкой и все. Это очень сложно, на самом деле было. На этом участке Хлюпинского лесничества к посадке были подготовлены свыше 15 тысяч сеянцев, две трети которых, по словам специалистов, обязательно приживутся. А прогуляться по молодому лесу Победы можно будет лет через шесть, когда высота деревьев будет чуть больше метра. В прямом эфире ОТВ программа «Разберемся». Наш телефон 8495-508-86-84. Сергей Викторович, с посадки вот этих сосен прошло уже несколько месяцев. В каком сейчас они состоянии? В прекрасном они состоянии. Растут? Конечно. Погода, хоть мы сейчас буквально только говорили о том, что вроде бы достаточно не влажная, но тем не менее посадка прошла во влажную почву, то есть сеянцы достаточно нормально прижились. Естественно, существует отпад естественный, небольшой. Это естественный процесс. Именно с этим учетом как раз количество сеянцев на гектаре закладывается. То есть все там прекрасно и лес растет. И если же там будет какой-то произойдет гибель больше процентов, чем положено, то весной там будет произведено дополнение. То есть досадят сеянцы. Все под контролем. Самое главное. 22 сентября в нашем районе запланирована очередная акция «Наш лес посади свое дерево». Где именно она будет проходить? Ну, всего в районе, конечно, много площадок. Это муниципалитеты. 22 площадки у нас. Но от лесничества предоставлено две площадки. Одна из которых будет являться центральной. это близ деревни Митькино. Там на площади 3,7 гектар будут высажены сеянцы и сосны. Более 6 тысяч сеянцев. В основном сажать будут сосны или какие-то еще деревья тоже? Здесь будет сосна, потому что там как раз был очаг короеда, там была елка, очаг короеда, поэтому, но так как почва позволяет, то есть будет высажена сосна. А на остальных площадках? На всех площадках будет высажена сосна. То есть с короедом мы практически мы его победили, но чтобы не было возобновления, то есть сейчас дополняется большей частью все-таки сосновая культура. Саженцы и сеянцы. Чем они друг от друга отличаются? Сажать будем все-таки сеянцы. Да, сеянцы. Сеянцы сосны трех лет. Чем отличаются? Отличаются возрастом, то есть сеянцы это два и три года, саженцы это уже более-больший возраст, когда в два года сеянцы вынимают на питомниках, пересаживают их на отдельную площадь с более большим расстоянием друг между другом, и там они сидят еще два года. Саженцы это подросшие сеянцы? Да, это подросшие сеянцы. А где и как готовят посадочный материал к акции? Посадочный материал его готовят не только к акции, а вообще к посадке лесных культур, потому что кроме акции у нас в десятки раз больше площадей засаживается лесом, это и весенняя и осенняя посадка, основная это конечно весной. Поэтому сеянцы выращиваются на питомниках государственного автономного учреждения Центра Лесхоз. Те сеянцы, которые высаживаются у нас, выращены в основном все именно на нашем питомнике, это которые находятся в городе Руза, близ города Руза, Орешковский питомник. Также привозятся дополнительно еще сеянцы, если там допустим не хватает, привозятся сеянцы с других питомников, виноградовское лесничество, виноградовский питомник, очень хороший там посадочный материал. То есть весь посадочный не завозится ниоткуда, нам достаточно вполне. Чтобы отправиться на акцию, что нужно знать, как подготовиться, что может быть с собой иметь? С собой самое главное желание и хорошее настроение, потому что все, что необходимо, ну, конечно, какую-то форму одежды, да, чтобы чувствовать себя комфортно, вот, все, что необходимо для посадки леса, в принципе, будет выдано на акции. То есть это и мечи Колесова специально для посадки лесных культур, и перчатки, и ведра, соответственно, сам посадочный материал сейнцы, ну, и неизменная, конечно, это и концерт, это и каша на походной кухне, ну, самое главное хорошее настроение, и я думаю, что погода, во всяком случае, нам так и обещают, что погода будет очень хорошая. Никакие специальные навыки не требуются? Нет, на месте все расскажут, покажут, сотрудники лесничества, центра лесхоза находятся на месте, которые показывают, подсказывают, помогают это делать, и вот сколько уже проходит акции, потому что людей становится с каждым разом все больше и больше, поэтому сколько проходит акции, всегда люди очень заинтересованы в этом, и очень внимательно, и с удовольствием этим занимаются. А есть какие-то типичные ошибки, которые допускают люди, отправляясь на эту акцию, уже в ней участвуют непосредственно? Типичные ошибки, ну, это в основном те, кто первый раз приходит, и именно вот кто, наверное, все-таки молодого возраста, бывает, что сажают сеницы по несколько штук. Вот, не нужно сажать по несколько штук, потому что какой бы ни был сениц поменьше или побольше, он приживется в принципе одинаково. И это будет дерево впоследствии? это будет впоследствии дерево. Посадив туда пучок, пучок деревьев вряд ли вырастет. Да, пучок деревьев не вырастет. А люди, как бы вот, иногда кажется, что вот их вроде побольше, но это же не кустарник, вот, а побольше, это может быть сразу и 10-15 штук. То есть понятно, что 15 деревьев в одном кусте не вырастут. В основном, вот это типичная ошибка. Естественно, сама технология, это главное, придавить как можно плотнее сам сениц, чтобы он очень плотно сидел в земле. Здесь уже все на месте подскажут и расскажут. А где будет главная площадка в области? Главная площадка в области будет в городском округе Люберцы, близ деревни Островцы. Там будет центральная площадка областная, площадь 17,1 гектар. Там будут посажены, кстати, вот там будет смешанная посадка, будут посажены культуры сосны и культуры лиственницы. В общей сложности там более 60 тысяч сеянцев будет высажено. Ожидается порядка 6-6,5 тысяч человек на сегодняшний, ну вот, на ближайшие выходные. Чтобы принять участие в акции, регистрироваться нигде не надо, достаточно приехать туда, где акция будет проводиться. сейчас в средствах массовой информации и в соцсетях очень большое количество именно вот афиш, то есть по каждому району, то есть человек везде может определить, где он находится и где находится ближайшая площадка.